Всем привет, моя зелёная банда, с вами Флаттергрин, и сегодня мы делаем реакцию на такую вот пони-страшилку, как клоун из телевизора. Так, я подвину немножко микрофон. Собственно, это пони-страшилка про меня, очередная пони-страшилка про меня от Ани Эртвук. И, собственно, даже не знаю, что сказать, она просто называется клоун из телевизора. Давайте-ка начнём. Лимон Плейсунг уже в комментах написал. Флаттер, здорово. Здорово. Перед началом ролика вопрос, Флаттер, тебе нравятся мои видео? Няня, доченька, это ты? Собственно, когда я вот нашёл это видео, я посмотрел про какие именно это ролики, то да, анимация прикольная. Ну, точнее, сами рисунки и всё вот это вот. И критику саму я уже говорил в роликах. То есть, надеюсь, что есть какие-либо изменения в лучшую сторону. Так что, давайте-ка смотрим. Три мальчика очень любили смотреть фильмы ужасов. Однажды, один из мальчиков... Лол, чё я такой мыльный? Ща, подождите. Качество 720, я мыльный вместе с подъездом. Получил посылку по почте. Ни имени, ни адреса отправителя написано не было. Мальчик не знал, кто мог прислать ему эту посылку. Кто же? Когда он открыл её, он обнаружил внутри кассету. На кассете не было никаких наклеек и надписей. Он подумал, что над ним могли пошутить и его друзья. Ну что так? Поэтому он пригласил мальчиков к себе домой. Что? Окей, дописала девочек. О, это... Это, походу, Фиш и Рэйнбоу Вика. Ну окей. Мы вместе посмотреть кассету. Когда они пришли, он спросил их о таинственной посылке. Но они поклялись, что понятия не имеют, кто мог ему прислать посылку. Хотя, может, она себя нарисовала, так что без понятия. Да, она себя нарисовала. Он пригласил их зайти. Чтобы посмотреть кассету. Когда они сели на диван и нажали на кнопку воспроизведения, они были удивлены тому, что увидели на экране. На экране появился жуткий клоун. Он стоял посреди комнаты. Слева от него была кровать, а справа шкаф. Он пихал в руках два красных воздушных шарика и смотрел прямо в камеру. Друзьям мальчика запись показалась очень веселой. И они начали громко смеяться. Через некоторое время они заметили, что мальчик сидит очень тихо. Когда они повернулись к нему, они увидели, что его лицо стало бледным, как покрывало, а глаза широко раскрыты от ужаса. Что с тобой? Почему ты не смеешься? Мальчик, заикаясь, ответил. Это моя комната. Лоль. Ну, окей. Блин. Ну, это реально как-то стрёмно, так что. Что я вообще могу сказать? Вроде да, стало намного лучше. Но есть всё равно нюансы. Первое, это название Ким Стар. Ой, Ким Стар. Мой номер Ким Стар. И добро пожаловать в новую. Нет, собственно, надпись кинемастера. И... Да, это не сильная проблема. Более проблема, что слишком мыльно. То есть... А некоторые кадры, они... Вот прям видно, что очень слабо детализированы. И... Очень сильно потеряли качество после монтажа. С этим надо что-то решать. То есть... Подумай, как можно... Вот... Исправить подобные проблемы. С... Качеством. Поскольку это реально плачевно. Когда ты вот... Сначала видишь настолько мыльный, неразборчивый кадр. А потом у тебя такая вот... Такой вот ровный, детализированный кадр. То есть... Если... Первый кадр был таким. Сейчас. Таким. Та блин, я пропускаю. Таким. То люди сразу же... Блин, почему же так мыльно? Наверное, надо посмотреть другую какую-то пони-страшилку с таким... Под такой же самой страшилки. И в таком вот роде. Ну, короче, надеюсь, поняла, о чём я. Но всё равно прикольно. Всё равно прикольненько. Что ж, а на этом, пожалуй, всё. Всем спасибо за просмотр. С вами был FlutterGrain. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok